Всем привет! Меня зовут Станислав. Снова рад видеть вас на канале Лестовы. Продолжаю стройку своего дома и исправление косяков своих рабочих. Вот если, Петруха, я тебя увижу, я... Надеюсь, что я тебя увижу. В общем, какие работы? Сейчас пора вставлять окна. Приемы под окна в кракасном доустроении обычно вставляются сразу же. Но так как у меня был долгострой трехлетний, поэтому огна я проемы не вырезал и сейчас мне предстоит тяжкая работа. Мне надо вырезать стойку посередине, прорезать пароизоляцию, собрать четверть оконную, хотя это не обязательно, но я это делать буду. И вставить окно. В общем, вот так вот у меня выглядит то, что я буду сейчас делать. Любая работа начинается с разметки. Размечать мне повезло, у меня есть вот такой вот инструмент. Название я не показываю в целях рекламы. Не-не-не. Реклама на моем видеоблоге не будет. По крайней мере, вот в таком открытом виде. Сейчас моя задача разметить линию реза на этой, как его, ветрозащите, на мембране. После того, как я размечу сверху, снизу, с боков и вообще везде, я ее прорежу. Потом я перенесу линию реза на сайдинг, то есть где мне его надо там прорезать. И после того, как я сделаю линию реза на сайдинге, мне надо выпилить стойку. Стойка на ней еще крепится там брусок 50 на 50, ну на котором тоже сайдинг висит. Он же и является прижимной планкой для мембраны. Выпиливать я это буду следующим образом. Я размечу сайдинг, вырежу его болгаркой, а потом, чтобы выпилить стойку, я возьму циркулярку и просто чикну сначала вверху, потом внизу. И надеюсь, что она у меня сначала повисит на оставшемся сайдинге, а потом я его подрежу и аккуратно выну. Если нет, то у меня что-то куда-то упадет. Ну, какая же стройка без всяких казусов. В общем, вот такой исходник. Вот так вот оно все выглядит. Вот тут я уже разметил линию реза. Вот так вот я ее размечаю. Вот, от этой риски. А размечаю я это все дело вот так вот. То есть, у меня есть некая разметка. Я включаю нивелир, ну, этот, оси-построитель. В общем, вот так вот это все делается. Все делается. И все. Сейчас я сделаю то же самое вверху. И покажу, что у меня дальше выходит. Значит, сейчас я прорежу мембрану. И потом буду размечать точно так же линию реза на сайдинге. Вот примерно. Наверное, вот так вот оно все должно быть. И хочу еще сказать, вот тут очень важный момент. Я когда делал линию отреза, вот здесь, я учел еще, что брусок будет стоять. Вот так вот. А брусок, на который опирается окно, к нему вот эту мембрану я степлером и прикреплю. Чтобы ничего никому не мешало. Так, опаньки туда. И все. И огонь. Вот примерно вот так. Так, как я плохой строитель, чтобы получилось все более-менее хорошо, вот реально надо 7 раз отмерить, а потом отрезать. И без разметки мне вообще работать нельзя. Я и по разметке до криво работаю. Значит, у меня окно по высоте 110 см. Плюс у него внизу вот это 3 см, там какая-то пластиковая хрень. В нее вроде как этот, внутри подоконник вставляется. Но я подоконник вставлять не буду, у меня будет столешница из ДСП. Я сам вырежу и врежу ее в стойке. Так дешевле. И это экономия места. Вот у нас двое детей, третий на подходе. И рабочее место, чтобы оформить ребенка, вот у нас старшему 13 лет, младшему 6 лет, 7 будет. Так вот, какое 7 будет? Ему уже 7 в ноябре исполнилось. Вот это я, да, папаша называется. Рабочее место я хочу прикрепить к окну. Под окно поставим радиаторы отопления. У нас это будут конвекторы на втором этаже. На втором этаже водяного отопления у нас не будет. И вот, чтобы с окна холодный воздух не задувал, я в столешницах хочу профрезеровать отверстие, чтобы теплый воздух туда взлетал от конвектора. А конвектор сунуть вниз, под окно. И вроде как бы и овцы целы, и волки сыты. В общем, ладно, это у нас лирическое отступление от сегодняшнего задания. Сегодня у нас задание вставить вот это вот окно. Ну, мембрану я срезал, посмотрел, что там внутри. А что там, сайдинг? Что там еще там может быть? В общем, и сейчас надо этот сайдинг разметить, а потом его еще и порезать. Смотрим. Здорово, Леха. Я покажу это видео. Ха-ха-ха. Вот. Продолжение следует... 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 Все разметил, пойдемте покажу Субтитры делал DimaTorzok Пилить стойку буду вот такой ножовкой Кстати, ножовка классная Чтобы ножовка у нас прошла, надо сделать пропилы в сайдинге Это я сделаю болгаркой Вот так вот это должно быть Чтобы я мог пилить И будем надеяться, что там нет гвоздя Вот если попаду на гвоздь вместе пропила Вот это вот задница Ну, надеюсь, пронесет Продолжение следует... А осадинка она пропиливать не хочет Пойду скажу за ножовкой с более мелким зубом О, одна из них должна подойти Получилось Ну, теперь стойку Сначала сверху, потом снизу Чтобы можно было ее Ну, попридержать Мало ли шерпится Это капец Это капец Самая большая проблема, что у меня вот эти стойки Они нифига не врезаны И нету там никакой нижней обвязки, верхней обвязки Когда строился дом, поставили опорный брус 150 на 150 А между ними поставили вот эти стойки просто на уголки Ставили их сырые, их все выкрутило В общем, смотрите, что Видите, какая болтанка Охренеть, да? Вот и я в шоке С той стороны сайдинг Поэтому возьмем вот эту И поперем Ну, так вот Вот Продолжение следует... Продолжение следует... Ну ладно, что делаю, что-нибудь сделаю... Такие были варианты... Снизу осталось... Вот здесь сделать то же самое... Но я это снимать не буду... Я это снимать не буду... Я сейчас выпилю... Проем по бокам... Я просто ножовкой пройдусь... Тоже с один капилю... Это все не проблема... И покажу какой проем получился... Сделаю потом досочки... Ну, все увидите... Продолжаем... Выпилил... Смотрите, что получилось... Ну, значит, как-то вот так... Вот так... В общем, задача... Вот сюда сейчас... Доску установить... Вот сюда доску установить... Это оформление самого проема... А дальше... Я хочу установить четверть... Вот сюда к бруску... Наверх... Вот здесь вот... Вот так вот маленький брусок... Ну, он... Как бы будет к этой... То есть доска пойдет вот так... Да? А сюда к доске... Я еще брусочек... Прибью... Чтобы когда я окно... Ставлю... Чтоб не вывалилось... И вот тут... Прихлоп... Там сбоку... Пену проще класть... Ну, вообще одни плюсы... Снизу я четверть не буду приделывать... Потому что там отлив надо устанавливать... Снимать я пока больше не буду... Потому что у меня... Аккумулятора мало... Да и флешечка маленькая... Как бы основное... Это я уже... Все показал... Доделал я проем... Получилось довольно таки неплохо... Диагонали все равно косые... Но там... Сантиметр на диагонали гуляет... Я... Стеклопакет-то по уровню поставлю... Там все будет отлично... Мне так кажется... Я еще никогда этого в жизни вообще не делал... А... Проем... У меня диагональ на сантиметр ушла... Плоскость окна... Вот... Именно четверти, которую я делал... Я выставлял по... По этому... Осипостроителю... То есть я... Полностью периметр... Отстрелил... И у меня получается, что как бы... Пускай оно... Криво-косо винтом... Но винта нет... То есть... Оно в плоскости... В плоскости я по лазеру выстрел... Там может быть миллиметр... Туда-сюда... И окно, когда я вставлю... Оно должно прижаться... Вот это самый главный момент... Ну и внизу... Надо было с подставочками... Что-то как-то выдумать... Да и вообще как-то по уровню... Поставить... Хрен его знает... Как это делается... Ну... Смотрите... Вот такая вот четвертушка... Вон там вот я запеню... Там вот щелочка есть... И вон там щелочка есть... И это я все запеню... А так вообще как бы вот... И такой момент... Я не поскупился... Не пожалел... Я вот эти вот места... Я все проклеил столярным клеем... На всякий случай... А законтрил все это дело саморезами... Так что... Рамка довольно-таки монолитная... Тут конечно не везде клей выступил... Но где-то выступил... Вот... Так что в этом смысл есть... Клеем я клеил... Вот таким вот... Сразу покажу... Мне этот клей вообще нравится... Я ему ступеньки клеил... Ну остался... Думаю... А что же этот... Не использует... В общем вот... Клей... А сейчас я пошел... Окно нести... Распаковывать... И я попробую его установить... Прямо в стеклопакете... Я его даже открывать не хочу... То есть... Ну... Стеклопакеты в раме... Все целиком... Полностью... Они не тяжелые... Они килограмм сорок... Но я... Мужик сильный... Подниму... Сделаю... И покажу... С великими мучениями... Я установил это окно... Ну... Первый блин... Всегда ведь комом... Да... На следующие окна... Для выравнивания по уровню... Я возьму... Эти... Пластиковые уголки... Такие... Монтажные... Или как-то так называются... Без них... Ну... Честно скажу... Ну... Прямо по-человечески... Жопа... Прямо вообще... Жопа... Стекло... Я устанавливал... На пластины... Ну... Окно в смысле... На пластины монтажные... Кстати... Как Земсков рекомендовал... Я сделал все как он... Купил вот эти... Толстые пластины... Для монтажа чего-нибудь... Приветствую... Если ты видишь мое видео... В общем... Давайте я вам покажу... Как получилось... На кривизну... Обращать внимание не надо... Все... Потом... Я об наличке... Там... Все остальные моменты... Выровняю... А так вот... Пену закладывать я буду... В три слоя... Как Алексей Земсков... Ну... Не то что предлагал... А рекомендовал... В общем... Сначала я запенил... Как бы... Одну треть... Всего пенного шва... Где-то половинка... Где-то одна треть... Вот так вот я подожду... Часок-другой... А потом... Пройдусь еще... И еще... Окно... Смотрите... Все очень легонечко... Открывается... Все изумительно... То есть... Вроде бы даже... Все по уровню... Прихлоп тихий... Щелевые эти... Откидные... Все это работает... Вон... Смотрите... Все... Прямо... Чудесно... Я балдею... Мне нравится... Все... Одной рукой закрывается... Все красиво... Все хорошо... Пойду-ка я... На улицу... Оттуда... Покажу... Как это все выглядит... Ох... Кстати... Такой вот вид из окна... Да... И еще... Еще момент... Сейчас я... Высуну... Все это дело... Вон она... Вот эта четверть... Видите... Как удобненько... Окно встало... А... Вообще... Вот как надо... Выставил я окно... Не знаю... Видно... Не видно... Ну вот... Как-то вот так вот... Да... Да... Наверно... Как-то так... Так... Вот... Мои окрестности... Там вот... Прудик у меня находится... Он дал... Вот... Пес бежит... Вот это Мишка... 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 Сидеть... Сидеть... Да ни хрена не сидеть... Вот такой вот он у нас... Проказник... Да... вот если кому надо вот щенок 8 месяцев ну изумительный песик как ничейный а так вот она окошечко вот за такую работу ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пока пока а